здравствуйте друзья добрый вечер сегодня четверг 3 марта вечер и хотел поделиться с вами новостью долгожданные ураганы вихри проливные дожди страшной силы и так далее все это будет вот я не знаю может быть вам уже там кто-то даже по телевизору рассказал что сейчас смоет нафиг калифорнию орегон штат вашингтон и заодно канадскую british columbia вместе с ванкувером но в общем новость такая что проказница эль-нинье значит образовавшиеся там в экваториальной части тихого океана с большим количеством водички никак не могла добраться по-серьезному до нашего берега потому что вот тут надо западной частью соединенных штатов и канады была зона высокого давления не пускала не пускала сюда проказницу эль-нинью и хотя у нас были в общем то надо сказать неплохие дождики но все это было не то значит сегодня как я говорю у нас вечер 3 марта а до 9 марта то есть буквально за оставшиеся там ну даже не 6 а уже 5 дней должно пролиться 10 дюймов воды это 25 сантиметров чтобы вам может быть в более привычных единицах 25 сантиметров воды должно пролиться пишут так что всех проблем нехватки воды в калифорнии это не решит то есть как бы так она не компенсирует полностью того что не добрали за последние лет пять когда вот явно такие засушливые были годы но в значительной степени значительной степени ситуация облегчится резервуары пополнится очень существенным количеством воды вот но у нас так поскольку засушлива насколько я понимаю в оригоне и в вашингтоне засухи не было и уж чего они там с этой водой будут делать я не знаю но это уже как бы дело не наше там так пусть сами разбираются вот они к дождям привычные так что я вспоминаю прогнозы что придет эль-нинья там говорили где-то в ноябре там может деньги бегают придет такая эль-нинья вообще смоет нафиг вообще все тут затопит ничего такого значит не получилось я думал где же та эль-нинья а вроде даже где-то были но не такие сильные в общем сейчас будут сильные но это то что пишут вы сами понимаете что написать это можно хотя у них конечно приборы они со спутников наблюдают и все такое отслеживают и конечно вероятность ошибки у них предельно низкая судя по тому какие сейчас вот прогнозы погоды делают просто сказочно я вспоминаю как вот советское время там если сказали что будет дождь значит точно но вероятность была как бы незначительная что будет или говорили что не будет осадков а осадки были то есть у них это же вроде тогда уже и спутники появлялись знаете то есть какие-то технологии начинали в 60-е годы так точно были и в 70-е тем более но в то тогда прогнозы не были такими уж сильно точными вот а мы тут чё-то чё-то на окошко моем даже не знаю ну пусть будет сейчас подсохнет будет лучше видно вот такие у нас пироги что у нас из других новостей давайте я подумаю хороший день такой был мне с утра в глаза закапали знаете как утром выпил день свободен вот и как мне в глаза закапали часа наверно два с половиной три оно отпускало поэтому я так в общем то можно сказать что расслабился аппойтменты мне там по отменяли резюме в такой виде делать там невозможно ну и в общем я занялся некоторыми такими процессуальными делами раз в пять лет нужно нашу лицензию обновлять со штатом калифорния вот и там есть некоторое количество документов которые нужно под собрать упаковать надписать такая канцелярская работежка но требует точности большой потому что малейшая неточности они ее как бы сказать откидывают и начинается волокита ненужная там и так далее уже смотришь чтоб каждая буковка была на месте там и так далее и это никогда не знаю честно вот кому попадет как отреагирует там они не злые но тоже нарываться не хочется такая вот история ну что же друзья я еду домой что-то а все равно поздно что-то пришли ребят поговорить они занимаются тем что работающих тестеров обучают серьезной автоматизации и там студентов у них много наших ребят которые работают и вот мы так обсуждали проблемы обучение автоматизации тех кто работает потому что у нас тоже курс такие есть и примерно мы так даже в одном ценовом диапазоне с ними и вот обнаружилось много общих точек обнаружилось что люди которые работают у них есть такой пунктик что надо бы чего-то подучить но у них нет такого пунктика что нужно сниматься и работу искать вот получается так что они вроде так учатся и даже довольны вроде им так все нравится но так чтобы вот вот с этим куда-то дальше двинуться вот тут проблема это действительно так и наверное хорошо живется я так думаю если человеку плохо было бы пошел искать работу если у него все хорошо так он ну как страховку купил знаете бывает вот вроде и в аварию не попал можно сказать деньги пропали но страховка была вдруг что знать как бывает вот так вдруг что а ты вот подучил вот наверное и все вот поэтому уже полдесятого ведь как бывает начито я движусь но я движусь домой еще интересное у меня есть такой нюансик нюансик у меня идет онлайновый класс там было 10 уроков по моей части то есть из 20 уроков по тестированию было 10 и 10 не так мало потому что последние пять у нас в основном мы занимаемся разными аспектами поиска работы прохождение интервью и так далее то есть из 15 существенных таких мы 10 уже прошли и они там проектами в основном сейчас занимаются то есть я раз в неделю с два раза в неделю там наши преподаватели другие с ними делают проекты и вот у меня шустрый был молодой человек такой рвался в бой в понедельник во время девятого урока значит ему отправили резюме перед уроком во время урока его повесил после урока в понедельник мы посмотрели как резюме висит на дайсе там у меня есть рекрутерский доступ вы знаете я рассказывал об этом и так вот он очень хорошо повис во вторник ему уже назначили интервью на пятницу телефон у него там трещал гремел это находится во флориде город там такое место и вот значит сегодня он мне отписал что все уже было одно интервью в четверг да то есть во вторник он повесился с утра реально сделал его доступным и вот значит в четверг у него же было интервью в скайпе завтра у него два интервью face to face живьем он идет для компании и на понедельник у него уже назначено интервью поэтому я хочу сказать что есть места друзья есть места на карте соединенных штатов где вот так прикольно можно вот проучиться немножко и вот уже поддержать разговор на таком уровне что тебя приглашают на интервью посмотрим там что дальше будет в общем такая интересная информация присмотритесь друзья присмотритесь к городу тампа что в штате флорида стоит себя на мексиканском заливе никого не трогает потрясающее место все 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 наши новости на сегодня я с вами прощаюсь